Дорогие друзья мои, мы изучаем Иисусову молитву, значит, коротко о том, как современная наука, русская, значит, советская наука видит Иисусову молитву. Она говорит, что это обращение, значит, просьба о помиловании, в борьбе с искушением, в общем, грехи, помогите, всё, пожалуйста, искушение. Но на самом деле Иисус Христос говорил, что нифига себе, моими-то словами будут и бесов изгонять, и языками говорить, и брать змей, и вообще просто возлагать руки, и всё будет нормально. И оказывается, современный текст этой молитвы, он изменялся, и современный был написан совсем недавно Григорием Синаитом. Огромное количество людей, которые мы видим в фамилии, типа там Мил Саровский, Иосиф Володский, Василий Переконский, напоминает нам воров в законе, которые до сих пор существуют и носят такие же названия. Имена, как Рафик, Масалинский, Равшан Алякаранский. Это те же самые объединения, тех же самых каких-то гуру, которые были совсем ещё недавно, вот до революции, потом которые ушли там куда-то, значит, вынуждены какими-то промыслами вот такими заниматься. И всё, что нужно делать, оказывается, это надо тихо сидеть в уединении, наклонив голову, закрыть глаза, потише дышать и воображением смотреть на сердце. И сводить в висе свои чувства из кончика носа в сердце. Дыши спокойно и говори одну и ту же мантру. Отгоняй помыслы, имей спокойное терпение и почаще делай. Всё. Однако, это типа медитация, мантра, пограничное состояние и так называемая прелесть. Да что же это такое? Оказывается, в процессе вот этого мантра чтения существует такой этап, который называется духовная прелесть. Которая как бы обольщает, ты сам себе обольщаешься, ты как начинаешь лезть делать самому себе, мечтательный становишься, гордишься собой, мнение о своём достоинстве и совершенстве вообще там некуда просто класть. Вот. Значит, Джером Селинджер рассказывает об этой практике в книге Фрэни и Зуи. Мы видим огромное, ну не огромное, мы видим много вариантов Иисусовой молитвы, которые совсем недавно там то отклынеты, то приняты позднее. Значит, то добавлено всё, то добавлено то. И вообще краткой формой вообще может читаться просто слово Иисус, чтобы вы знали. Можно просто сказать Иисус, Иисус. Значит, как связать современную форму Иисусовой молитвы, которая в XIV веке вроде бы как появилась, к Евангелии, которая вообще напечатана, была там через 200 лет после этого. Ну, вроде бы там кто-то говорит, вроде бы, помилуй меня Иисус Давыдов, помилуй меня, значит, моя дочь беснуется. Но, конечно же, скорее всего, современный вид Иисусовой молитвы привязан к Евангелию, потому что надо же к чему-то тут привязать. История про то, как мытарь, бывший, значит, кто-то мытарь, это кто там такой, сборщик какой-то налога, в общем, какое-то чмо, стоял там, такой был чмо, что не мог поднять глаза в небо и говорил, Ой, Господи, смилуйся ко мне, грешнику. Так что я вас поздравляю с 1666 года. Значит, мы все уже читаем вообще не молитву, а какую-то там, в общем, молитву мытаря, которая была в православной грузинской еще и церкви. Вот, а до этого, значит, до вот этого церковного очередного, значит, переворота, во время которых снова утверждены были новые обряды, а всех остальных там за мамство, Иван Ли, за старые обряды. И патриарха Никона тогда там, тьфу-тьфу, заплевали. В общем, что запретили, и что там возобновили, и почему тут оно новое, никто уже вообще ничего не понимает, потому что в процессе вот этих вот климатических и политических переворотов вместе с этим переворачивались постоянно и все здесь церковные дела. Вот, мы видим совсем недавно, в 1666 году, вот эти вот истории, мы видим принятые Николаем Первым в 1846 году, такие же точно законы, когда там то свергали всех попов, выгоняли новую веру, там садили. И откуда оно взялось, что это за слово, в общем, нам очень тяжело уже понять, потому что мы ищем ответ. А нужно ли говорить вот эту молитву, то есть почему вдруг нужно было нам всем читать одну и ту же молитву, то есть чего это вдруг все погребенки должны вдруг читать отсюда одну молитву. Мы же знаем, что внутри человека каждый человек, мы видим, что раньше говорили, что там молитва должна до человека достучаться сама, и каждые слова достукиваются к человеку лучше, его внутренние какие-то. Может быть, задача и помощь гуру была как раз не в том, чтобы там рассказывать тебе какие-то небеса, а подобрать тебе молитву, манту твою, которая сильнее бы тебе достучалась бы до твоего сердца. Митрополит Платон говорил, да пофиг, куда ходить, ребята, по солнцу или против солнца, вокруг Кайлаша или за Кайлашем, лишь бы в соединении с церковью. Все, ребята, не забываем это. Значит, на самом деле сейчас молитва, это молитва мытаря, который говорит, Бог же смилайся ко мне грешному. Нет уже никакой Иисусовой молитвы. Другие названия молитвы являются делание сердца, умная молитва, священная молитва, сердечная молитва, затвор, трезвение, хринение или правильным славлением, правильное славление. Вот. Что это такое? Это практика, которая приводит от рассеивания помыслов и приводит в состояние ума на себе самом, в представивании Богу и затем в созерцании фаворского света и встречи с непознаваемым Богом, с плодом твоего моления, с энергиями Бога. Ступени совершенствования молитвы очень простые. До того, как ты приходишь в ашрам или там мой центр какой-то, ты читаешь вслух, ты читаешь потом умом и ты продолжаешь читать уже в глубине сердца, сочувствуя всему, что ты читаешь. Потом, когда ты приезжаешь в какое-нибудь место, ашрам, там уже ты постигаешь умно-сердечную, самодвижущуюся молитву, которая постоянно-постоянно-постоянно повторяется, повторяется. Затем какая-то идет непарительная, а затем в высшая степень эта молитва зрительная, когда ты уже видишь тайны Господня. Значит, то, что это место, где соединяется все, там и ум, сердце и ля-ля-ля, и обитель святого духа, тело твое становится обителем святого духа, что перекликается с ведическими этими. И все это называется еще и божественная благодать, и она еще полезна тем, что обновляет твое тело, ты становишься молодым, твое тело становится молодым, так называемым обожженным. Что это такое, я не могу сказать, но обожженный человек, это типа йогин, высушенный совершенно, который может жить очень долго, и тело которого потом не исчезает, превращается в мумию. Евангелие сюда очень-очень с трудом привязывается, и видно, как оно тут еле-еле привязано. Значит, для чего нам нужно заниматься такой практикой? Эта практика нужна для того, чтобы в этот период времени подумать о своих поступках, выбрать какие-то верные волевые решения и потом их сделать, для того, чтобы ты внутри себя понимал, что там происходит. В таком случае, если мы не будем этого делать, говорит там святитель Игнатий Брянчанинов, который вдруг появился тут святитель, значит, что если не давать человеку, телу ему, уму ему, спрашивать как бы добро или советоваться, значит, с святым духом, то тело и ум будет сосредоточено только в мыслях и чувствах, которые производит только само тело. Из-за этого и ложь, и зло, и всё, и тю-тю. То есть есть у нас что-то чистое, а есть у нас что-то тут заряженное. А есть и зло, которыми оно заряжено, заражено. То есть в моём теле и уме уже заражённость злом. Давайте мы пока это запомним, а потом еще. Вот, значит, но Феофан затворник говорит, молитва эта просвещает, укрепляет, оживляет, всех врагов побеждает, к Богу возводит. Так что ж такое Иисусова молитва? Вы ж только что говорите, что это прощение, помилование, грехов, в борьбе с искушениями. И тут же говорите, что, значит, оно там в дыню любому даёт. Да? Непонятно. Практика. Практика Иисусаовой молитвы производится в монастырях. Всё. Если ты монах, тебе выдаётся чёткий. Если ты просто приезжаешь с временным каким-то там, значит, периодом пожить, тебе выдаётся чёткий, как меч духовный. Ты принимаешь нестяжание целомудрие и сидишь, начинаешь читать Иисусову молитву. Вначале тебе даётся под руководством опытного старца, который имеет непрелестный опыт молитвы, значит, пройти там обычные периоды. А затем ты возвращаешься для обучения умного делания, который описан в добротолюбии. Сидение на низком стульчике, там, обвязывание, дыхание. Значит, что делать? Самое главное – делать. И самое главное – слышать то, что ты говоришь. Потому что, если ты сам себя не слышишь, то как можно надеяться, что тебя услышит Бог? Делать самое главное. То, к чему я всё время призываю. Интересно, что вот этот период времени сводения ума из головы в сердце сопровождается некими, во-первых, условия, какие должны быть правильные. Понимание смысла, уединение, внутреннее умиротворение, призывание того, к чему ты стремишься и умеренная продолжительность. Потому что в этот период времени человек подвергается сильнейшему стрессу из-за недостатка кислорода, потому что он начинает пранаяму делать вот это с замедленными дыханиями. И из-за этого, скорее всего, можно увидеть слуховые галлюцинации, прелесть, обман, забаву сатанинскую и так далее и тому подобное. Значит, из-за того, что сейчас уже никто не знает, как этим заниматься, все говорят, что вначале лучше покаяться, а потом уже думать когда-то потом. Потому что думать о лёгкости радости, тем более в ведении фаворского света, не следует сейчас. Всё, всем сосредоточиться на плачах. Значит, интересно вот что, что католическое монашество считало вот эту вот исихастическую практику, это средством включения воображения. Это как раз то, что нам и нужно. Вот это, может быть, и есть та самая забава сатанинская. Вот интересно, что забава сатанинская. Помните, он говорил, что вообще-то русская православная церковь, она раньше очень хорошо относилась с вот этой вот индусской. Потом в какой-то момент, значит, они поссорились как раз в тот момент, когда главой, значит, индусов был сарана, сарана, там сатана, очень похоже на слово сатана, там сатана, а тот сарана какой-то был. Значит, вот оно, ребята, средство включения воображения. Кроме всего прочего, ты участвуешь во всех, во всех, во всех, во всех, значит, деятельности ашрама, и только неграмотным разрешалось читать лишь Иисусову молитву. Бей супостатов именем Иисусовым, нет сильнейшего оружия ни на земле, ни на небе, говорят нам. В общем, как тут же бей супостатов, если вы опять говорите, что это прощение, помилование, помощь, в общем, там искушение и все такое. Огромное количество людей, которые пытаются нам объяснить смысл этой молитвы, вот, хотя при этом мы все время понимаем, что нет там никаких пониманий, о чем там происходит. Понимаешь, то есть все, что там происходит, оно является освобожденное, насколько возможно, от любых образов и дискурсивных суждений. Все рассказы, почему эта молитва означает то, потому что оно там то, потому что он там лестница, Христос, причастие, ой, он мессия из Назарета, который Ветхому Завету, пересвященники, цари, и он вошел, и все, и все, и все, это оно не работает. Там, в этот период времени, когда ты достигаешь момента отключения ума, там как раз отсутствует все то, из-за чего тут сыр-бор, вы понимаете, происходит. И аскетика, это часть того, что мы называем йога, вот мы дошли, йога, это часть исихастической византийской йоги, потому что в ней была аскетика, конечно же, дисциплина, во время которого падшее человеческое естество, то есть тело человеческое, значит, с ним занимались там различными, я так понимаю, практиками, и все это была часть подвижничества, вот, хисихи означает внутреннее спокойствие, когда нет образов, нет слов, нет вообще суждений никаких, вот, исихасты считают, что человек получает эти ощущения благодаря тому, что у него есть и дух, и тело вместе, в отличие от восточной философии, которая говорит, что я не ум, я не тело, я просто там нечто атма. И мы находим ответ, почему нет на самом деле никаких дискурсий между восточной, там, православной философией, исихастической и индусской философией, ведической, потому что, когда человек йогин говорит, я не тело, я не ум, он подразумевает продолжение себя в постмортальном периоде, когда исихаст говорит, я душа и дух и тело, он подразумевает получение вот этого ощущения, которое он прямо сейчас получает, читая Иисусову молитву, точно так же, то есть, все, как бы, оно об одном, значит, аскеза и молитва в этом месте, где ты читаешь, становится постоянная, постоянно изливается само собой, даже, когда ты это спишь, она у тебя постоянно-постоянно идет, и все это просто человеком воспринимается, как дар Божий, все это непостигаемо, оно все постигаемо только тогда, когда ты это пережил. Все, что происходит затем, называется умное художество, когда человек становится сотворцом Творца, в созидании своего собственного мира, своего собственного я, того, кто ты будешь продолжаться, созидание своего собственного вселенной твоей. Исихас в таком случае рождает в себе Бога-человека, Бога-творца, рождает в себя Брахму, Атман рождает Брахму, потому что я равносилен с моим Отцом Творцом по благодати, по энергиям, по имени. Да, кстати, я по имени с Отцом одинаково. Потом, да, тому, как Богоматерь породила единственного на веков Бога-человека, так и человек родит сам себя. Все, ребята, давайте увидимся, продолжим завтра.